доброго времени дорогие друзья еще раз всех с новогодними праздниками коих будет целая куча странах и сангей в россии и в общем сегодня ребятки будет тест моего новенького смартфона сяоми 13 утра против смартфон чека galaxy s 23 ультра почему именно против него в данных тестах мы прогоним да потому что у них ребятки одинаковое железо snapdragon 8 ген 2 в сяоми 13 утра вот такой вот фирменный чехольчик приобрел чехольчик офигенный конечно дорого но офигительно сидит в этом чехольчике смартфон все клавиши нажимают очень аккуратно сам буду производить свои чехольчики для сяоми 13 утра сейчас заказал формы для литья в общем пока никого не прилетят еще купил вот такой вот чехольчик офигительный чехольчик очень понравился скорее всего куплю еще к сожалению почему-то фирменный именно очень мало разновидностей цветовой палитры как ни странно и в таком тоже фирменном чехольчике но не уже не от бренда samsung от бренда кома у нас участник в левом углу ринга galaxy s 23 ультра против сяоми ну правильно за плюсоми 13 утра я уже запутался столько смартфон начинаешь путаться а запись видео ребятки на 3 супер флагман фото флагман это huawei p60 pro maximum edition 12 512 также есть версия 8 256 если кого волнует что не хватит памяти ребятки можете смело брать памяти даже хватает 256 головой также хватает 8 гигабайт оперативки с головой потому что к примеру huawei жрут оперативки намного меньше чем смартфоны samsung вот samsung из 12 гигабайт оперативки выжирает вообще на ура там остается несколько гигабайт оперативки что конечно это просто шок в то время когда на huawei у меня huawei 8 512 который мы и 50 pro там достается примерно половина оперативки потому что в 8 место это 4 и вот 12 512 белый п 60 pro там остается еще больше чем половина там 7 или 8 гигабайт остается у меня при куче запущенных приложений в общем смартфоны huawei light за экономичную растрату оперативной памяти а он самсунг сожалению так не умеет не мог не мог от почему-то наверно потому что очень тяжелая оболочка и кстати ребятки для всех пользователей сяоми сейчас на сяоми прилетит скоро новый хайпер с будет называться новая оболочка все миуи ребята канет в лето больше не будет оболочки муи ну может на каких-то смартфонах останется старых а так что новые обновляться до хайпер с уже я могу накатить это обнову но пока не накатываю почему потому что пока она еще сыроватая пускай нее полностью прокачают и тогда я уже накачу ну ребятки в общем погнали будет тест на производительность кто выбит больше баллов galaxy с 23 ультра весом и 13 ультра потом кто сильнее ударит по батарейке кто сильнее сожрет батарейку и кто сильнее нагреется померяем температуру в начале теста и в конце теста и в середине возможно так давайте чтобы был максимально а ладно давайте в чехлах и оставим так будет легче понимать я сейчас переверну напередок в принципе чехлы ребята на нагрев не влияют уже это тестировали неоднократно вот уже был хороший парень я не знаю сейчас он снимает и снимает то ли аргумент 600 назывался только как-то так канал короче у человека вот он снимал как раз тестировал в чехлах и без чехлов по нагреву и сказал что никак это не влияет это все дура тень и глупые предупреждения кто думает что чехольчики как-то влияют на нагрев так давайте включаем вайфай смотри что вам хочу показать ребят то что один и второй смартфон специально заряжал сейчас высаживал по копеечке чтобы был 81 проценты там и там ведь и 81 процент на 7 13 ультра 81 процент на samsung galaxy s 23 ультра сейчас их оба ставим максимальную яркость а включаем автояркости там и там доску петь но все ребятки нашел вот отключил автояркость на самсунге я включил автояркость на сяомен да семня drin темплате слова много легче максимальная яркость это матом и максимальной производительности там и там на одному году кому с 108 и ставим оба в режим самолетов моментов, чтобы никто не позволил что прикно не отвлек и 81 процент и там и там так находим антуту тут у антуту и там и там выключаем громкость так начали будет первый раз запускаться на galaxy уже запускали мы этот тест давайте вот так галакси вообще уберем из кадра да и коробочкой с пациентом чтобы они лежали равномерно давайте раз два три получилась одновременно круто круто братцы круто круто братцы жизнь песенка было помню давайте померяем нагрев галакси с 23 ульта 27 градусов и 24 градуса с вами 13 ультра вот так вот ребятки в начале старта данного теста то есть на производительность тест на нагрев и тест на автономность кто из них больше скушает батарейку у него даже честно говоря не знаю думаю что самсунг должен батарейку держать лучше ребята честно а так у них одинаково 5000 миллиампер там 5000 миллиампер там но технологичный сама батарея именно у сайоми так что посмотрим вот что ребята офигительно все таки в таких смартфонах как huawei последними на не мэй 50 про пешком про мэй 60 про и мэй 60 про плюс таких смартфонах как вива таких смартфонах как айкью 12 12 про и в таких смартфонах как сауми самсунг и apple в таких смартфонах ребятки очень офигительно что можно делать вот так вот вот на huawei беру бабах и видеоряд переключил видите приблизил могу немножко отдалить обратно могу сильно отдалить могут сильно приблизить могу еще сильнее приблизить видите что могет huawei по 600 про а ребятки к сожалению некоторые смартфоны до сих пор этого не имеют это конечно удивляет ребята как такая глупость до сих пор может быть вот к примеру вот один из этих смартфонов это сяоми 13 ультра запоминаем сяоми 3 ультра справа в красных трусах и спортсмен в левом углу в желтых трусах galaxy s 23 ультра в общем на сяоми ребятки вот один из минусов его который я обнаружил это то что он приближает немножко вот так по дурацки ребят вот на сяоми 13 ультра надо приближать вот так ну среди всех специалистов считается что это истинно верный путь развития камер приложения камера смартфонов потому что большие братья большие беззеркалки большие зеркальные фотоаппараты они приближают именно так у них нет деления вот таких скачками вот так никто не приближает ребят вот видите как я вам показываю там все именно нужно тянуть вот так тянешь свою лямку по жизни ну честно скажу ребят вот честно скажу положа руку на сердце клянусь говорить правду правду только правду но неудобно это мне неудобно приближать вот этой тянучкой тянуть туда-сюда ну от этого понимаете уже отвык еще со времен айфонов поэтому всегда это на android смартфонах воспринимал в штыки и вот наконец-таки android смартфоны начали переходить но переходят далеко пока еще не все на эти новые хорошо смазанные лыжи чтобы можно было переключать не тянучка этой крутилочкой туда-сюда а именно делениями ну вот видите хотя я же говорю профессиональные люди кто занимается фотография уже 35 там 40 лет работают скажем так в определенных очень больших органах и фотографируют первых лиц россии они вот ребятки эти люди говорят что надо тянуть все ручками нельзя переключать так ну вот видите там кому что ребята кого слушать спрашивается слушать надо что только самого себя вот мне конкретно удобнее именно переключать вот так вот делениями их сами как угодно там миллиметрами можно назвать как угодно нежели чем вот это вот петрушку это постоянно насиловать тянуть туда-сюда туда-сюда это по мне так очень удобно это какой-то архаизм из прошлого который ну очень надеюсь там году 2025 году искоренят полностью из мира смартфонов и вообще смартфон настроения мир немножко изменится ну а так ребята что мы сейчас видим с вами что мы сейчас выйдем вышел вам по 12 вышел айкю 12 12 про вышла нубе z60 ультра вышел у него x100 и x100 про и что изменилось у этих смартфонов по отношению к модельному ряду но они все вышли в 23 году они как бы новинки можно отнести к модельному ряду 24 года и вот что же изменилось у смартфонов в конце 23 года учащих который мы относим к модельному ряду 24 года по отношению к модельному ряду 23 году начала или даже пускай более старым смартфон 22 году да ничего ребята не изменилось ничего до коли ребята спрашиваю о вас не нахожу ответа это будет тянулся это жвачка вечная резинка а ребята будет тянулся это да то ли пока не будут сильно падать продажи у брендов ребят только когда падают сильно продажи у брендов бренды большие начинают суетиться пока их петух огненный в попку не клюнет они не начинают суетиться ребята не забирать что-то новое а вечно пытаются пропихивать то что и так прекрасно по идее работает никаких инноваций вообще в мире смартфона строения вообще просто нет блин забыл выкручить игру на айфоне айфон еще лежит вот ребята честно скажу айфонами сейчас пользуюсь очень очень мало у меня уже были коллекции этих айфонов просто я решил их не продавать и все оставляют себе и покупать только новые новые закупать со временем но вот уже не вижу два смысла два года никакого смысла покупать новые айфоны потому что ну ребят просто откровенно разочаровывают меня я помню мне год назад писали там несколько человек уже того там дружище ты же так любил смартфоны на android почему что перешел на ios устройство пользуешься планшетом наушниками apple часами максим я купил почему только айфонами пользуешься android телефон у тебя стали как гости только приходящие уходящие итог приходящих твою жизнь надолго и вот ребята все изменилось пожалуйста теперь я полностью переобулся полностью сижу на android операционки и на операционки конкретно если пока использую то больше на виндосе сижу чем на маке вот не знаю ребята как так получилось почему-то меня у вас архитектура разочаровала и очередной фака был с айфоном опять я загружал одно из видео видео загружалось двое суток второй раз повторилась беда которая мне уже было про это я снимал на канале ребятки операционная система ios не умеет работать с ютюбом именно с большими очень большими кусками файлов видео обрабатывать которые весят там по 40 по 50 гигабайт android смартфоны в легкую windows пк в легкую android планшеты в легкой обработают большие куски по 40 50 гигабайт видео в это время айос отсос не может обработать и выкладывает двое суток двое суток ребята вдумайтесь да как так доколе что-то заменять уже ребят мало дать людям какого-то там шивы там входе к юсб тайп си который в android смартфонах уже десятилетия не знаю что за чушь происходит с компанией apple я просто в шоке на такое ощущение что компанию apple кто-то топит изнутри какие-то засланцы как был такой засланец компании nokia залог директор поставили холоп короче этот директор который топил специально компанию nokia серию все решения были предприняты планомерно неправильно ребята это просто ужас конечно но такой ощущение что в компании apple такой же засланец сидит засланец из космоса есть такой сериал там чувачок играет который играл давайте немножко выше подниму подниму что чувачок играет который фильме светлячок играл миссия серийники фильм назывался потом еще уходил сериал такой же в общем разочарованная компания apple не знаю что делать просто просто паукан горит попробовал то же самое про проделать тот же самый фильм тушами с айпадом и с айпада тоже также очень долго обрабатывать большие куски видео по 40 по 50 гигабайт 65 гигабайт 64 гигабайта очень долго загружают на youtube не знаю может ведь это принадлежит google apple то другая компания может у них какие-то там корпоративные войны понимаете google специально вставляет apple палки в колеса не знаю честно говоря потому что вот пожалуйста с операционной системы google с android все прекрасно загружается в течение нескольких часов несколько часов ребята на очень хорошем интернете загружается видеоролик весом от 40 до 65 гигабайт нас android устройств android планшетов android смартфонов и в то время как с ios устройств такой же кусочек видео большим весом загружается двое суток вообще что за хрень ничего не могу понять впервые с этим столкнулся вот уже третий раз повторилось ну третий раз я не стал выкладывать короче видео два видео уже выложил на youtube очень долго ожидая загрузки меня это просто конечно деморализовала это какая-то сани на брюк у apple происходит самсунг тоже какой-то странный смотрите поставил горизонтальное положение экран а вертикально перейдутся не может вот вертикальном положении находится фору и в общем везде хватает как мы видим у каждого производителя хватает своей определенной тупости давайте померяем их они под конец уже подходят тест проходят так самсунг разогрелся был 27 градусов стал 33 почти 34 а хуауэй был 24 а стал 32 еще больше разогрелся хуауэй на 8 градусов самсунг всего лишь на 6 градусов вот так вот ну сейчас будем посмотреть что будет в конце теста очень интересно по нагреву и по автономности и потом повторно прогоним еще этот тест дабы убедиться какой из них лучше в производительности о сказал хуауэй я перепутал у меня хуауэй в красном чехольчике таком сяоми ребятки хой хуауэй сяоми 13 ультра сорян ребята потому что вот что плохо когда чехлы все одинаковые красные там желтые или еще прочее в общем начинаешь путать каким смартфоном пользуешься по поводу использования galaxy s 23 ультра ребятки я все-таки очень доволен смартфоном не доволен только основным приложением камера основным приложением камера в galaxy s 23 ультра я перестал полностью пользоваться использую только приложение камера pro raw вот в ней получаются фотографии офигительные меньше перешарпа намного меньше чем на основе даже на основе если отключаешь перешарп все равно перешарпа больше или получаются фотки откровенно некачественные чем нежные на приложение камера pro raw это родное приложение стоковое также уйдет сразу из коробочки в самсунге и это такой аналог google камеры в общем через это приложение samsung фоткает офигительно все кроме десятикратного зума десятикратный зум надо переходить опять в родное приложение камеры и фоткать из него вот такие вот забубенцы самсунгам но так полностью самсунгам доволен беру его на все тесты вот скоро пойдут тесты по фото и по видео наконец-таки выложу тест большой великий тест galaxy s 23 ультра и huawei p60 pro у каждого из них есть свои киллер фичи каждый из них просто прекрасен в том или ином ну и вообще как смартфон и приложение камера как по фото так по видео у них есть свои офигительные плюсы но и к сожалению конечно же есть минусы куда без этого ну и так же ребятки меня очень сильно удивил xiaomi 13 ультра вот такой вот смартфон просто сказка конечно не советую покупать его не в днс и не в видео не в технопарке по цене там 120 130 140 тысяч рублей это просто бред лучше покупать у проверенных продавцов там тысяч за семьдесят семьдесят пять можно спокойно купить в хороших надежных магазинах не дни экономьте ребята не жадничать там несколько копеечек не покупайте на озоне там ли на алике чтобы не попасть на бабки потому что озон посмотрите сколько комментариев на зоне потом на зоне если вам пришлют какую-нибудь санину деньги вы обратно не получите могут прислать нерабочий смартфон или вообще подделку под смартфон будьте судиться с озоном ничего не докажете а с аликом вам даже и судиться не получится никак ребятки потому что алик сейчас все на стороне полностью продавцов а не покупателей алиэкспресс к сожалению изменился очень сильно в худшую сторону ребят так что покупайте только в проверенных магазинах вами или блогерами и вашими знакомыми теми кому вы доверяете или просто вашими друзьями родными или близкими знакомыми там со товарищами и прочими прочими людьми которые уже покупали в данных магазинах но не пытайтесь экономить две копейки купить там на пару тысяч дешевле и пускаться в какой-то авантюре не стоит ну ребята что мы видим вот так вот я думал сейчас galaxy вообще порвет его а galaxy выбыл миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи и миллион пятьсот семьдесят три тысячи почти девятьсот девяносто шесть почти те же самые миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи выбивает xiaomi 13 ультра в котором snapdragon обычный здесь же snapdragon se special edition в galaxy s 23 ультра вот это меня удивило ребята вот это удивился он и так удивил удивительно ребята и пришел он быстрее чем samsung хотя мы запустили одновременно по нагреву samsung нагрелся почти 35 градусов так сяоми меньше 33 8 35 и 34 градуса получается ну ребятки самсунг здесь проиграл по нагреву нагрелся сильнее чем нагрелся сяоми а теперь посмотрим что очень интересно по автономности а по автономности ребята не идут нога в ногу 74 процента заряда батареи показывает galaxy s 23 ультра и также 74 процента показывает сяоми 13 ультра вот так вот удивительная рядом давайте ребятки сразу пока не поднагрелись мы сразу запускаем тесты гейн вот сейчас мы запустили первым сяоми там на долю секунды но увидели все запускаем второй раз в общем сяоми 13 ультра меня тоже очень удивил и по производительности и по камере и что я не ждал удивил меня по видеокамере шикарно пишет звук вот сейчас запись видео на хуауэй п60 про когда на хуауэй п60 про записываешь вообще на все хуауэй на всех хуауэях ребята звук ужасный как из жопы если вы идете или бежите или едете на электросамокате куда-нибудь то ребята звук при динамике при езде очень плохой отвратительно на всех хуауэях ребят и также еще более отвратительно на вива оказался звук вива x100 x100 про звук как бы не знаю и жопы бобувина какой-то вообще ужасный звук я думал на хуауэй плохой звук потом послушал какой звук при записи видео на вива и был вообще просто в шоке ну а вот сяоми этим удивил ребятки галакси с 23 ультра пишет шикарный звук лучший всех android смартфонов запись звук это ребятки боец в желтых трусах в левом углу галакси с 23 ультра лучший просто звук лучшие ребята давайте вот так и перевернем теперь будет один боец в нижнем углу хо другой верхнем красном чехольчике напоминаю это морковка петрович с вами 13 утра в желтом это галакси с 23 ультра короче тот и тот ультра ультра забуденные смартфоны ультра ультимативные флагманы и еще кое-что что меня порадовало но это я расскажу в дальнейшем связано со звуком в наушниках xiaomi 13 ультра но это в дальнейшем открою честно буду спойлерить наперед а что ж меня не порадовала тогда в моем новеньком xiaomi 13 ультра не порадовала меня просто пипец какая ужасная селфи камера по видеозаписи по фото на фоткает прекрасно когда достаточного освещения когда освещение недостаточно плохо это фоткает самсунг на переднюю камеру и xiaomi плохо и только фоткает хорошо хуауэй поэш на переднюю камеру даже когда недостаточно освещение вот только вот такие вот пироги ребят он мог подумать да отвлекся с мыслями попил водички посмотрел у меня там кое-что лежит еще и запакованных штучек души которые будут дальнейшем на канале и в общем немножко оплёкся в другую стезю мысли потекли в общем не понравился мне xiaomi 13 ультра по фронтальной камере в основном по видео по фото понравился только в дневное время в ночное время тоже не понравилось по фронтальной камере а по задней камере ребята там просто восторг и отпад челюсти вот реально ждал что-то знаете более или менее хорошее получил того чего не ждал вообще и и даже с большим бонусом вперед но ребята опять же что настолько плохи хуауэи вива самсунги айфоны да нет ребята сейчас все смартфоны фоткают и снимают видео довольно таки хорошо с минимальным разницей с минимальным перевесом в ту или иную сторону потому что если будут смартфоны выходить которые будут плохо фотографировать или плохо снимать видео ряд то ребята эти смартфоны будут никому не нужны сразу компания провалится в продажах за один год ребята моментально потому что продаж у такого бренда не будет никакого поэтому ребят сейчас все смартфоны супер и хороши плане фото и видео возможности да также по железу даже snapdragon 8 ген 1 не говоря уже о 8 ген 1 плюсе массе хватит еще на года ребятки вперед даже snapdragon 888 даже не плюсовая версия его тоже до сих пор galaxy s 21 ультра прекрасно работает на snapdragon 888 вот сейчас на днях его тестировал опять думал докупить не докупить просто по нереально вкусной цене приложили человек продавал покупал там одну фигнюшку короче для машины ему нужны срочно были деньги короче и предлагал продать вообще очень дешево но мне не захотелось брать потому что как бы ну не знаю мне просто ну не нужен зачем мне galaxy s 21 ультра когда у меня сейчас есть galaxy s 23 ультра понимаете в общем очень дешево предлагал galaxy s 21 ультра человек в идеальном состоянии уже без гарантии он но он в состоянии идеальном и аккумулятор еще сильно не рассажена так там 97 процентов него еще на аккумуляторе на остатки в общем кому у кого нету galaxy s 22 ультра galaxy s 23 ультра совершенно спокойно можете смело рассматривать приобретение у galaxy s 21 ультра если у вас нет проблем с шимом ребятки если у вас зрение мозг вас не восприимчив широтной импульсной модуляции то можете смело покупать такие смартфоны как самсунг как как основной смартфон у меня-то фонсунг не основной смартфон а вот в плане ребятки шима у сяоми 13 ульта мы еще снимем отдельный обзор про это но сейчас наперед могу сказать что сяоми 13 ульта вообще глаза не устают и не болят так ребятки давайте посмотрим по нагреву galaxy s 23 ультра уже раскачегарился 38 даже показал сейчас 37 пускай 37 будет ладно и хуа вы раскачегарился тоже 37 там было перед всеми один на galaxy а на сяоми 37 и 7 в общем подразогрелись уже смартфоны после второго круга прохождения сейчас посмотрим что будет может даже прогоним их еще третий раз чтобы их нагреть максимально сильно и максимально сильно нанести удар по батарейке и по производительности посмотрим кто же из них начнут быстрее троттлить snapdragon special edition ген 2 у самсунга или snapdragon обычный у сяоми но более оптимизированный лаунчер на сяоми ребятки я вот говорю что фуауэх ребятки всем она вообще везде не знаю как и в его его по честно скажу потому что десерал там только камеры не знаю как по производительности у них лаунчеры сколько откушивают оперативной памяти ничего не могу сказать если у кого есть него и его по find x6 pro или хотя бы простой их 6 то ребят подскажите если не жалко как по производительности именно с оперативкой сколько система кушает оперативки потому что я жгу в galaxy кушает оперативки до фига система лаунчер кушает просто бесщадно оперативку в то время как на хуауэх остается чуть ли не половина еще даже на 8 гигабайт оперативки так что 8 гигабайт хватает с головой ну и на сяоми то же самое петрушка тоже кушает немного но опять же ребятки фишка в том то что у меня еще на сяоми у меня добавлено еще 7 гигабайт виртуальной оперативки получается у меня версия 12 плюс 7 гигабайт получается 19 гигабайт оперативки на сяоми может еще поэтому чудо происходит слушать как-то себя странно ведет уже какой раз замечаю samsung с ориентацией там где не надо он переходит с вертикальной в горизонтальную там где надо он блин я там нечаянно нажал остановить ну ладно пипец запорол тест нечаянно будем пальцем нажал остановить ёппер сатепа ну вот видите samsung тупо рвать глючит не дает выйти посмотрите там остановиться сработало здесь не работает да samsung магио магио самсунг sasung смог ребята давайте перезагрузим приложение это ничего не поделаешь открываем заново сасунг петрович и заново запускаем вот пожалуйста наблюдаем сейчас вот он вертикальной ориентации держит экран вот видите samsung помимо того что живет оперативку сильно еще и подглюкивает даже тостом бенчмаркики запускаем заново ребятки получается у нас тест будет два с половиной раза нечаянно из-за самсунг обмену вытянул все метро на стулька ушла нажал там остановить там остановилась а на самсунге не остановилась как не нажимает пришлось вообще вручную закрывать программу открывать его сначала ну ладно давайте опять их развернем о ребята что я вижу самсунг уже тест проходит чуть хуже вот вам и спешил эдишн блин сейчас был фриз было подлагивание да и да странно конечно какие смартфоны порадовали вас ребята за время использования за долгое время использования если у кого-то из вас есть смартфон которым вы пользуетесь годами поделитесь в комментариях будет интересно почитать по возможности конечно стараюсь всем отвечать кто спрашивает стараюсь всем помогать ребят потому что считаю в этом вообще весь смысл жизни нас землянчиков на планете земля то бишь делать добрые дела либо своему виду либо другому виду чтобы помогать бездомным животным и прочим несчастным созданием поэтому ребятки не жадничать и делайте добрые дела как для близких ваших людей так и для людей незнакомых я жгу так и для других видов населяющих нашу планету потому что иначе для чего жить ради для своей семьи там набивать свой свой домик там свою квартирку какими-нибудь там штучками дрючками и радоваться этому ну не знаю как то это примитивно слишком а потом в один из дней седая с косой заберет вас и все какой смысл жизни получается чего-то в жизни добился как бы ну в общем это такие философские рассуждения конечно ну по крайней мере мне так кажется возможно я заблуждаюсь я не спорю ни в коем случае потому что я там не я пророк понимаете меня не меня не охраняют архангелы так считается что пророков охраняют архангелы я ребятки простой смертный поэтому могу ошибаться в чем угодно и где угодно но мне так кажется что нужно делать добрые дела ребят всем и вся поэтому если есть возможность если кто-то спрашивает что-то к чему подложили это если кто-то во что-то спрашивает какого-то совета то не поленитесь по подскажите человеку что считаете нужным именно вы со своей колокольни со своего опыта использована той или иной техники очень часто люди обращаются я бывает не замечаю потому что ну естественно у меня там не 150 рук понимаете и не 160 глаз чтобы все увидеть все заметить всем ответить ну стараюсь помогать всем отвечать как есть если вы видели что комментария висит без ответа то ребята пожалуйста помогайте друг другу отвечайте и по мере возможности будьте конечно друг другу более терпеливы более относитесь нисходительны что ли даже если человек пишет какую-нибудь глупость что очень часто бывает это значит что человек плохой даже если человек глупый откровенно глупый во всех направлениях ну скорее всего я думаю что человек это не глупый просто не сведущий во всех направлениях то почему бы нет почему бы не подсказать если вы владеете какой-то информации а другой человек нет то не стоит воспринимать в общем почему опять же клонюли стоит воспринимать недостаток информацию какого-либо человека за глупость а просто стоит его наставить на путь истинный в общем минутка философия от ели пророка сейчас ребятки пройдет тест концу и посмотрим кто же из них сильнее нагрелся давайте уже не будем очередной раз запускать сейчас на этом уже будем заканчивать так потестируем xiaomi 13 ультра ого ребята саракет выбил уже офигеть 39.5 ну был саракет уже так как галакси с 23 ультра 38 ну вот так вот ребята а галакси это холодней вот так уже ребят побеждает галакси уже здесь по нагреву греется он меньше во втором раунде уже побеждает нагрелся он меньше в первом раунде он проиграл наоборот нагрелся больше а в втором раунде наоборот уже сяоми больше нагрелся но сейчас еще посмотрим по производительности потому что после первого бенчмаркинга они пришли ноздря в ноздрю и набрали одинаковое количество баллов сейчас посмотрим что будет по баллам по производительности и потом посмотрим еще самое главное по автономности кто же из них сильнее откушает батареечку стоял недавно почему затеял эти все философские темы про добро и прочее ребят стоял недавно супермаркете в одном масс-маркете на кассе уже после нового года и заметил что у людей конечно просто пипец какая раздражительность просто вообще стояла там женщина с детьми очень долго не могла расплатиться не знаю что была причина за не стал очень большая очередь потом за ней стала другая девушка которая тоже там 20 сайт скала куда она положила свою карточку потом пока на слакала до слава место до мужика и мужик этот начал матюкаться короче стал такой ну уже почти дед короче мужик такой небольшого роста такой коренастый накупал-то много газировки наверно не себе покупал там детям или внукам я не знаю кому короче там всякие саванапы всякая вот эта гадость целая корзина у него была короче и он там начал уже злиться матюкаться там короче люди очень не сдержанные очень очень раздражительные как нисходишь какое-нибудь место такое где столпотворение происходит то к сожалению вынужден констатировать либо жизнь людей довела либо времена сейчас такие что все очень обозленные и раздражительные к сожалению понятное дело что нет хорошая жизнь человек будет там стоять ругаться высказывать свое недовольство и прочее прочее но другие же люди стоят спокойно терпят ждут что не знаю тоже вот такие вот заметки путешественника натуралиста ребят так давать еще раз померяем galaxy фу galaxy саоми 13 удерживаться ракет слава богу больше не греется ну и не охлаждается тест прошел наполовину только 54 процента и смотрим теперь galaxy s23 ультра ну и galaxy под назад ну а нет ну в принципе да до 39 тоже поднимается видите 39 и 40 в общем galaxy теперь тоже немножко подразогрелся слава богу что сяоми не греется больше потому что помню как тестировал iphone и 15 про макс это просто был в шоке грелись до 50 2 градусов сейчас после обновления всех айфоны греются до 48 градусов вот называется в кавычках поправили бы обновлениями нихера не поправили он андроид смартфоны греются максимум до 40 а получается айфон 15 про макс греется до 48 до полтинник а блин даже после всех обновлений вот такие вот забубенцы айфон конечно греется на ровном месте ребят это очень странная ситуация там я же говорю где андроид смартфоны спокойно тянут не превышая 40 это даже конкретно galaxy s20 руль то он 40 это не превысил он 39 показал давайте проверим galaxy опять ну вот уже больше показал до 39 и 8 ну сразу 40 это не превышает тот 40 это 39 и 8 ну почти одинаково опять ноздря в ноздру идут то в это время айфон 15 про макс выбивает блин все 48 49 под 50 градусов по цельсию по нагреву вот такая вот зараза к сожалению в этом году apple подложила такую вот свинью и перегревается смартфон да и по фото счастье ребята ничем не удивляет единственное чем меня прям удивил и порадовал iphone 15 про макс это только основной камерой только когда она фоткает в режиме 24 мегапикселя а фоткает она далеко не всегда в режиме 24 мегапикселя почему потому что если тупо не хватает света вот фотка на улице зашел в торговый центр по фотка летам и все он уже фоткает в режиме 12 мегапикселя и уже не может переключиться после не хватает освещения новеньком айфон вот такая вот петрушка цирк почему цирк ребята да потому что здесь если вы ставите режим 50 мегапикселей хоть 200 мегапикселей на галакси с 23 ультра и выставить 50 мегапикселей на сяоми 13 ультра то они будут фоткать даже ночью в режиме 50 мегапикселей блин а айфон так не умеет вот света не хватает и все айфон уже все пасует переключает режим 12 мегапикселей автоматически даже если вы выставили режим 24 мегапикселя вот такая вот бредовая очередная тупость от компании apple ну ребят в общем не знаю я же говорю мне про это вообще говорить не хочется потому что просто пукан горит ну и опять очередную тупость мы видим у компании samsung что опять пожалуйста правильной ориентации вертикальной просто он горизонтально обрежит Xiaomi Trans Ultra но ориентация экрана у него вертикально должна быть и в это время galaxy s23 ультра и лежит горизонтально и переворачивает картинку горизонтально хотя такого быть не должно вот и не хочет выпрямлять обратно картинку вот в начале теста было нормально все под конец теста вот начинается такое идиотство на галакси не знаю что у него с пола в общем тоже какие-то маленькие недоработочки о чем это говорит ребята а что ничего идеального в этом мире нет и быть не может ребят мне нравится поговорка что говорят человек существо не идеальное и творение рук его не может быть идеальным поэтому типа мол смартфоны техника там приставки все что угодно не идеально так ватафак если обратиться к христианской религии и учесть что бог создал нас по своему подобию так как о ком же не идеальстве идет речь получается бог что не идеальное создание что ли откуда такая поговорка пошла что человек существо не идеально и творение рук его не идеально если нас идеальное существо можно сказать создало по своему подобию ребятки так получается что бог не идеальный вот интересный вопрос христианином ребят задайте батистке в церкви такой вопрос посмотрим как на вас посмотрит в общем но просто вот напрашивает вопрос сам себе понимаете вот сейчас об этом подумал и сразу родился такой вопрос в голове как же так получается противоречит поговорка противоречит происхождению религиозному нашему как бы в общем странно да как ни крути ну вообще в любой в любой религии какую религию не возьми очень очень много конечно странности поэтому религию все люди принимают просто на веру как бы ну слепую веру веришь да да нет нет вот у меня конкретно в христианской религии у меня происходило действительно очень много необъяснимых вещей очень много за всю мою жизнь там ну штук двадцать наверное на видео про них рассказывать я конечно не хочу и не буду но это просто что-то было феноменальные конечно вещи происходили со мной неоднократно чем свидетелями коим становился не я один а люди были рядом со мной свидетели этих вещей необъяснимых ну даже если взять вот так ребята по христианской религии то вот расскажу вам немножко поделюсь кое чем моя бабушка родила мою маму в день своего ангела и спустя уже много годов много десятилетий моя мама рождает меня в день ее ангела вот как такое может быть совпадение совпадением совпадением из поколения в поколение в поколение в общем очень странно да вот такие вещи батюшки одному рассказали батюшка там вообще аж обалдел ну как бы видите все принимается на веру опять же в любой религии ну религии конкретно касаться не будем потому что у всех людей свой взгляд на жизнь свое мировоззрение я вообще таких тем как вы понимаете в обзорах не затрагиваю потому что у меня канал уже про что у меня канал про технику в первую очередь во вторую очередь там про всякие мои увлечения ножи приставки коллекционирование приставок видеоигры картриджи там диски все что связано с видео приставками с компьютерами с компьютерными видеоиграми ну и так же все что связано с техникой смартфоны планшеты видеокарты компьютеры и прочее 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 вот такая вот компьютерная чешуя которая меня интересует которая мне хоть немножко интересна еще до сих пор ребята потому что многие конечно интересы которые с детства перерастают в юношество в юношестве уже детские интересы отмирают В более взрослом возрасте уже юношеские Интересы отмирают и прочее, прочее, прочее Поэтому единицы интересов Из детства зашли И остались сейчас со мной до этих времен Помню, раньше было очень Модно коллекционировать марки Сейчас интересно, есть вообще такие люди Флотелисты их, по-моему, называют Если я не путаю Так, ребятки, ну что, у нас прошел Опять Xiaomi 1 Выбил чуть меньше, 1561 балл До этого я брал 1574 балла Ну, всего лишь Всего лишь немножко меньше А вот Galaxy S23 Ultra Пожалуйста, из горизонтального положения Поднял уже вертикальное положение Какая-то дичандра творится с Galaxy S23 Ultra Не знаю, в общем, что И Galaxy S23 Ultra уронил батарейку сильнее Вот вам и хваленый Special Edition Ребята, вот так как Где же этот Special Edition Где же его мощи все Ну, вот, видите, с хорошо оптимизированным Спастором, который живет малооперативки Ребят Эти фокусы уже не работают Давайте по нагреву смотрим 39 нагрелся Galaxy S23 Ultra И 40 на 1 градус больше Нагрелся Xiaomi 13 Ultra Galaxy победил по нагреву Меньше нагрелся По производительности победил Xiaomi 13 Ultra А теперь, ребята, посмотрим По автономности Насколько же они уронили Свои аккумуляторы И что мы видим О май гадабл Ребятки И здесь, и здесь 63% Вот так вот Совершенно ноздря У нас вдруг Прошли они Два с половиной раза Тест Antutu И естественно, ребятки Для тех, кто хочет сказать Да, Antutu ничего не значит Все это синтетика Да, ребята, так и есть Смартфоны надо проверять В повседневной жизни Но это определенное Что-то все-таки дозначит Почему? Потому что этот тест Очень сильно нагревает И очень сильно Откушивает оперативку В одном и другом Смартфоне И очень нагревает Опять же В целом Весь смартфон Аккумуляторный Процессор Видеоядро И прочее, прочее, прочее В общем Что-то все-таки Этот тест дозначит И вот видите По тесту Получается По автономности У них ничья По производительности Лучше себя показал Xiaomi А по нагреву Лучше себя показал Galaxy S23 Ultra Вот такие, ребятки Пироги Все, ребятки Еще раз вас всех поздравляю С новогодними праздниками Которые наступили И которые будут В скором времени До новых встреч Пока-пока Турун-турун-тун Ух Всем бабла И добра Покеда Субтитры сделал DimaTorzok